МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. На еженедельном совещании главы Чувашии с правительством Республики обсудили ряд наиболее значимых вопросов, говорили о перспективах развития региона в направлениях, обозначенных в послании президента России, и о том, что нуждается в особом внимании. Подробности в нашем материале. Земля должна иметь хозяина, а агробизнес – план по замещению импортных продуктов отечественными. Владимир Путин поставил перед сельхозпроизводителями страны непростую задачу и дал пять лет на ее решение. Чувашия на подселу отметил Михаил Игнатьев. Для этого будут созданы все условия. Прошу всех тех должностных лиц, кто участвует в этих процессах, понятно, норма в законе предписана, в то же время смотреть, насколько добросовестный арендатор или землепользователь. Действия властей скорректируют и в социальной сфере. С учетом непростой экономической ситуации, денежная поддержка будет осуществляться более адресно. Материнский капитал продлят на два года. Одним из приоритетных направлений руководства Республики останется развитие образования. За 10 лет построить не менее 30 общеобразовательных школ, включая реконструкцию и модернизацию, чтобы ни в одной школе у нас не осталась двухсменная работа или двухсменное обучение. В декабре республиканская казна увеличилась на 634 миллиона рублей за счет федерального бюджетного кредита. Ставка по нему всего 0,1%. В общей сложности из центра в этом году получено более 6 миллиардов рублей. Эти средства мы направили на замещение коммерческих кредитов, если экономили сотни миллионов рублей на обслуживание государственного долга. Точнее, практически более чем 400 миллионов рублей. В своем послании президент России также отметил и роль некоммерческих организаций. Им планируют выделить гранты, а для тех, кто предоставляет социальные услуги, предусмотрены дополнительные льготы. Республиканские НКО в этом году получили более 10 миллионов рублей. Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив патронирует социальные проекты этих компаний. Мы взяли на себя эту нагрузку, создали этот центр. И 32 из 47 проектов они прошли, поскольку соответствовали критериям открытого порядка. Министр здравоохранения Алла Самойлова доложила, на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Но в целом ситуация в пределах нормы. Основной метод профилактики – вакцинация населения. Прививку от гриппа сделали около 30% жителей республики. Нам удалось привить от гриппа в тех рамках, которые нам были поставлены, порядка 260 тысяч человек взрослого населения и более 100 тысяч детей. Более 50% школьников и подростков были подвергнуты вакцинации. Это основной контингент наших детей, которые, как правило, подвержены заболеванию. На совещании обсудили и другие вопросы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, руководство республики будет следовать заданным президентом России курсом. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Доме правительства продолжила работу 33-я сессия Государственного совета Чувашия. В повестке дня 22 вопроса. Основное – это утверждение во втором чтении бюджета республики на 2016 год. Согласно бюджетному кодексу, во втором чтении парламент утверждает расходы казны по статьям. Проект бюджета на 2016 год предполагает расходы 34 миллиарда 327 миллионов рублей. Наибольшая доля расходов в общем объеме в 2016 году направят на образование. 30 процентов или 10 миллиардов 471 миллион. На здравоохранение предусмотрено 6 миллиардов 300 миллионов или 18 процентов от общего объема расходов. Значительные средства будут направлены на развитие дорожного хозяйства в рамках деятельности Дорожного фонда. В следующем году будет продлен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 80 миллионов рублей. Доходы бюджета запланированы в размере 32 миллиарда 104 миллиона. В прогнозе доходов учтены основные показатели менее благоприятного сценария развития экономики республики. В структуре доходов бюджета основная доля собственной дохода 69 процентов. 30 процентов казны безвозмездные поступления. В 2016 году прогнозируется рост собственных доходов на 5 процентов. Среди налоговых доходов Минфин Чуваши рассчитывает на налоги на прибыль, на доходы физлиц и на имущество, а также на акцизы по подакцизным товарам. Кроме того, в 2016 году возможны доходы от реализации инвестпроектов крупных предприятий республики. Они позволят обеспечить среднегодовую выручку 240 миллионов рублей и создать 190 новых рабочих мест. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов оценивается порядка 389 миллионов рублей. Финансисты могут вздохнуть с облегчением. Международное агентство МУДИС повысило прогнозы кредитного рейтинга России. Своё место в рейтинге подтвердила и Чувашия. По международной шкале в иностранной и национальной валюте республика вышла на уровень надежных в долгосрочной перспективе. По национальной шкале поднялась еще выше. Надежная с обязательствами высокого качества. Наличие таких рейтингов позволяет региону проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность. Очень важно для нас, финансистов, что это рейтинговое агентство подтвердило своим рейтингом стабильность нашей Чувашьской республики. Рейтинг на уровне России, на хорошем достаточно уровне, позволяет финансовым рынкам более спокойно прогнозировать состояние этих рынков. Возможность получать деньги на более выгодных для себя условиях. То есть, в целом, для финансистов важна именно стабильность, чтобы можно было составлять и бизнес-планы, и как-то рассчитывать свой семейный бюджет, если мы говорим о семье. Чтобы спокойнее пользоваться кредитными ресурсами и развивать свое домашнее хозяйство. Новохирургический корпус онкодиспансера должен вступить в строй осенью следующего года. Средства на это поступят из федерального бюджета и из республиканской казны. Глава Чуваши Михаил Игнатьев обсудил со строителями сроки завершения работ. Здание онкодиспансера, где сейчас проводятся все операции, было построено в 1974 году. И на сегодняшнюю нагрузку просто не рассчитано. За последние 20 лет число пролеченных больных увеличилось больше, чем в два раза. В год здесь выполняется около 7,5 тысяч хирургических вмешательств. Различной степени сложности. Операционный день иной раз длится с 8 утра до 8 вечера. Мы рассчитываем, что прибавится 5000 операций. Это даст возможность в планном порядке спокойно выстраивать работу. Работать уже не до 7-8 часов вечера, а до 4-5, дальше заниматься пациентом. Заводить новый корпус начали в 2012 году. За это время в строительство вложено более 340 миллионов рублей. Можно сказать, что полдела сделано. Сегодня все шесть этажей нового хирургического корпуса построены, идут внутренние работы. На их завершение понадобится еще около 350 миллионов, из которых 294 предусмотрены в федеральном бюджете, 68 в республиканской казне. Это корпус большой, на 16 тысяч квадратных метров. Это практически огромные площади. И в год, по прогнозам, то, что говорят мне медики, 5000 операций должны здесь проходить. Если взять общее количество операций в республике, мы выйдем на показатели 12-13 тысяч операций в год. Это уже большие объемы, значимые цифры. Мне очень хочется, чтобы наши жители, не выезжая за пределы Чувашской республики, могли получать здесь качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Одновременно решается вопрос об оснащении нового корпуса. На современное оборудование понадобится свыше 220 миллионов рублей. Причем закупать его будут с расчетом на проведение высокотехнологичных оперативных вмешательств. За последние годы в разы увеличилось количество этих операций и увеличилась доступность для нашего населения в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. И у нас в республике по профилю высокотехнологичных медицинских, скажем так, оперативных в основном вмешательств, работают практически 7 лечебных учреждений. Если мы начинали только с перинатального центра по выхаживанию недоношенных, новорожденных, сегодня практически работает онкологический диспансер, кардиологический центр, офтальмологическая больница. В республиканской больнице по нескольким профилям оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Жители республики от имени различных компаний регулярно получают извещения о том, что им необходимо установить в квартирах газовые счетчики. Вот такие листовки уведомляют, что некая компания, которая называет себя «Газовая служба Чебоксары», объявляет о начале проведения плановых работ по установке квартирных газовых счетчиков. Притом установка будет проводиться по новогодней акции со скидкой в 500 рублей. Газпром и жильонгаз Чебоксары заявляют, что установка газовых счетчиков не обязательно, если в квартире находится только плита для приготовления пищи. В конце 2014 года закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Но услуги по установке счетчиков некие предприимчивые люди продолжают навязывать. И это уже похоже на мошенничество. Появились компании, которые занимаются установкой злоучеток. Одним из руководителей я встречался уже, я его предупредил лично, что от имени «Газпрома» газового спринча Боксары не надо работать. Они представляют газовики. А наш народ, с одной стороны, очень добрый, хороший, доверчивый. Гражданин, который имеет оборудование для использования природных газов, если он потребляет менее 2 км в час, по-другому я говорю, если у него только газовая плита, не обязательно установка злоучета. Чтобы поняли. И будьте внимательны с этими компаниями. В маршрутках теперь объявляют остановки. Приятной новостью с нами поделилась жительница Чебоксар в рубрике «Мобильный репортер». Остановка «Сквер Максима Горького». Следующая остановка «Магазин природа». Каждая единица общественного транспорта сегодня оснащена ГЛОНАС-трекером. По GSM-сигналу в центре диспетчеризации отслеживают его движение. Кроме основной функции, к датчику можно подключить голосовое оповещение, что уже и сделали 9 коммерческих маршрутов. По мере приближения к остановке, система автоматически включает запись. Несмотря на то, что голосовая функция, условия не обязательные, требуют материальных затрат, перевозчики эту идею восприняли положительно. В скором времени комфортнее станет на всех маршрутах. Роспотребнадзор рекомендует россиянам в новогодние каникулы отказаться от поездок за рубеж. Это позволит избежать риска инфекционных заболеваний. А тем, кто решит все же ехать, необходимо проявлять разумную предосторожность. Где в России отдыхать хорошо? Эксперты назвали лучшей и худшей для туризма регионы страны. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». При составлении рейтинга учитывали 9 критериев. Число мест в гостиницах на душу населения, количество заработанных за счет туризма рублей на каждого жителя региона, популярность у российских и иностранных туристов, состояние инфраструктуры, экологичность, криминогенность и другие. В итоге самым привлекательным для туристов регионом оказался Краснодарский край. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург, Москва, Крым, Московская область. Самым неблагоприятным с точки зрения отдыха регионом признана Республика Тыва. Чуть выше Ингушетия – Еврейская обстановная область. Наш регион занял в этот раз 57-ю строчку, но планы на будущее у Республики амбициозные. Разрабатывается программа под брендом «Время отдыхать в Республике». Приезжие эксперты для привлечения туристов советуют использовать кондитерский знак «Оконт», «Парк Победы», «Берег Волги» и «За Волжи». Пока одни эксперты составляли рейтинг, другие думали, как сделать российские курорты такими же привлекательными для граждан страны, как египетские и турецкие. И придумали. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, наши курорты должны начать работать по системе «Все включено» и в круглогодичном режиме. Итоги дня подведем в вечерние выпуски программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова